при платушке всем доброе утро я отвезла пацанов школу ой и заехала библиотеку отдать книжки и игры которые мы брали так вова какую-то просила ставить кажется нет 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 вот эту кажется посмотрю можно ли продлить вот это все возвращаю смотрите какие здесь тыквы классные дети из них можно проголосовать проголосовать и какая-то будет не знаю какой приз но какой-то может быть за какой так и будем голосовать все такие классные классные это вторая прикольная и 16 тоже да вообще все классные милахи просто милахи вот это 14 это хорошенькая вообще класс за какую-нибудь добрую да проголосуем можно за 14 а вот это тоже прелестная шестая ой мне все нравится прям все все нравится вот так вот тут хэллоуин отмечают ура я все вернула сегодня так классно с утра никого на парковке библиотеки нет ребята представляете вот купили в кодка до сих пор не распаковали сейчас старые контейнеры выкину а эти поставлю здесь вам покажу почему я старые выкидываю а вот смотрите не знаю как вам видно или нет но вот наверно так видно видите что с дном это не грязь это вот пластик вот таким образом не знаю стал разлагаться или что с ним после мытья вот он такой вот стал ну конечно этим контейнером уже не знаю сколько куда два точно наверно в общем это вот штука она не отмывается она вот еще если допустим что-нибудь цветное что-нибудь с карри если сюда положить то все вот это все вот эти все вот места они будут оранжевого цвета и вообще не отмоешь я уже один такой выкинула потому что ну прям невозможно она и как бы не грязная с одной стороны но вот этот вид просто но они уже пожелтели поэтому мне кажется с ними расстаться так контейнеры вытащила хочу показать вам какие-то интересные крышки смотрите здесь у крышки вот здесь вот есть клапан дырочка видите и вот он так закрывается открывается то есть можно для контейнер ставить микроволновку и разогревать с открытым клапаном микроволновки что-либо и когда закрываешь контейнер он такой не знаю как будто вакуумный слышите так вот защелкивается вот в общем вот таких вот два больших они насколько сейчас скажу вам на 2 и 3 литра значит таких два вот таких вот два контейнера они на семьсот шестьдесят миллилитров вот таких вот два уже распаковала на 1 1 литр и вот таких два они тоже на они на 300 миллилитров и вот таких два контейнера они на 120 миллилитров. У меня вот таких вот, вот такие вот есть, вот эти вот пластиковые, маленькие, не знаю на сколько, на 116. Ну, почти одинаковые, только, видите, форма разная. Но эти еще ничего, я вот их редко пользовала. А вот эти вот, конечно, по сравнению, видите, по цвету совсем, совсем отличаются. Прям вот у меня там земля уже. И вот нам еще пришла посылка, Юра ее заказывал, когда на Амазоне были какие-то скидки, в общем, по прайму. Он заказал настольные игры. В общем, я так поняла, что он заказал игры частично там для работы, на работу отнести. У них там есть любители играть в настольные игры, но их немного, поэтому он заказал, вот видите, на 2 человека. Seven Wonders Duel. У нас есть такая игра на семерых. Это игра на двоих. Классная игра. Вот эта игра Robin Hood Bigfoot. Она тоже на двоих. Про что не знаю. Я в нее не играла, но что-то тут тоже с какими-то завоеваниями. И вот эта игра Azul называется. Он давно уже, по-моему, ее хотел. Но мы в нее никогда не играли, только слышали про нее. Она до четверых людей. И, значит, игроков. Мне вот здесь, вот я сразу вижу, что здесь, мне кажется, такие деревянные кубики. Цветные. Очень красивые. Похоже, похоже на мои тарелки. Смотрите. Очень, да? Особенно вот эти. Вот. Поиграем. Расскажу потом. Впечатления. Ну, вот это очень популярная игра. И выглядит классно. В общем, вот такая у нас посылка. Слушайте, ребята. Сейчас опять заметила. У нас завелась... Помните, у нас там, я жалую, что кошка там у нас что-то гребет? Ну, наверное, была кошка. Но вот сейчас эта зараза белка у нас. Посмотрите, что делает. Смотрите, сколько земли нагребла. Вон, посмотрите. Ах ты, зараза такая. Смотрите, сколько она нагребла. Ну, что бы вот не влилия грести, а? Нет, вот она гребет вот у меня в розах. Гребет у меня вот здесь гребла. Сто пудово гребла. Вот видите, ямки. Вот тут вот гребла. Что-то прячет. Кошмар какой-то. Посмотрите, ну что это такое, а? Капец какой-то, а? Что делать? Юра говорит, не снимай. А я говорю, у нас уже это, дежавю. Мы, короче, уже третий день подряд ездим в Икею. В общем, не дозвонились мы до кастомер-сервиса, который мог бы сказать, нам привезли столешницы для наших столов или нет. Вот едем в обед делать инспекцию очередную. Пожелайте нам удачи, чтобы в этот раз столешницы нас встретили своим присутствием. Короче, ничего не привезли. И непонятно теперь вообще. Так пикап заказывайте. А что они пикапнут? Её нет уже. Смысл. Перед пятницей может опять исчезнуть оно. Могут раскупить. В общем, ребята. В общем, вечером ты заберёшь. Почему я? До девяти работают. В общем, опять у них какая-то дезинформация. Ничего не обновляется на сайте. Говорят, что хорошая новость, что поставка будет. Наверное, завтра. Нам также говорили, что и вчера. Юра, вот там. Пойдём. Юрий, пойдём покушаем хотя бы здесь. Что остаётся делать? Пойдём поедим. Там нельзя войти? Да, да. Там выход. Раз уж приехали, давайте хотя бы поедим икинской еды. В первый раз в жизни. Что здесь есть? Блины, рыба. Ну, там, по-моему, не всё, но частично. Так, очередь уменьшилась. Это радует. Сейчас мы что-нибудь выберем. Короче, здесь надо выбрать подносик. Надо взять зилочку. Что нам надо будет ещё? Ну да, две я возьму, но я говорю, что нам ещё надо будет? Ты что будешь кушать? Ложку надо? Нож надо? Давай возьмём на всякий случай. Супов нет? Хотя бы есть. Супы, по-моему, есть какие-то. Ты будешь в суп? На поле возьмём. Давай возьмём на всякий случай ложку для супа. Нам, наверное, хватит. Я надеюсь, хватит. Вернемся. Приборами, если что. Да. Вот, смотрите, тут есть детское меню 2,5 доллара. Стоят фрикадельки с цветной капустой, курешкой. Так, всего 4 фрикадельки, да, судя по всему? А, да. А вот взрослое меню. Стоит где-то 9-7 долларов. Вон вегетарианское стоит 6 долларов. Chicken tenders, такие, короче говоря, типа наггетсы, 8 долларов. Ну, в общем, как так. Вон салат 5 долларов стоит. Сёмга порезанная тоже салатик, 7 долларов. Вот тут есть напитки. А вот есть чай, смотри. Чай. Молоко есть. Да, всё холодное. С чай, с этим, с тортиком не поешь. Но тортик хочется, вон тот. Шоколадный. Ничем только не запьёшь, да? Водой только. А, смотри, кофе или чай, вон. Доллар 50. А вон ещё какой-то есть певеридж, напиток какой-то. Вон есть капучино, да, 3 доллара. Давай, давай возьми. Фили. Вот какие тортики есть. Это клубничный, 2,5 доллара. И вот этот вот их фирменный торт. А вот ещё шоколадный есть какой-то, за 3 доллара. Смотрите, тут есть салатики. Вот такой вот сэндвиш с салатом стоит 7 долларов, а отдельно салат стоит 2 доллара. Это креветки, что ли, да? Да, креветки. А вот это похоже пирожное картошка. Да? Похоже. Вот ещё есть салат. Здоровый салат, 5 долларов. Здоровый я имею в виду и потому, что он здоровый в плане ингредиентов, потому что он большой. Греческий. Ну, почти греческий. Тут листы другие какие-то. Листы греческий. А, да? Так, рыбы у них нету, поэтому я взяла их мидбол. Сейчас я ещё попрошу кофе. Нам на кассе выдали стаканы, мы заплатили за кофе. А вот кофе можно вот такое купить. Вот смотри. Кофе, да. Но мы купили дешманское кофе. А вот смотри, там есть даже молоко. А, да. Я буду... Так, там есть салфетки, вон там. Юра взял те же самые мидболлы, только не мясные, а какие-то из этих какой-то травы. В общем, смотрите. Видимо, какая-то акция сегодня. И вот его мидболлы обычно стоят 6,49. Но сегодня они стоят минус 3,49. То есть 3 доллара, что ли? Мои без скидки. Вот ещё какая-то скидка. Смотри. Скидка ещё и на этот, что ли? На кофе? А, кофе бесплатно. Кофе бесплатно. Кофе бесплатно. И твои на 3,5 доллара стоят дешевле. Да, то есть мои 3 доллара стоят. Моё блюдо. Обалдеть. И в итоге всё мы отдали за это 14... А почему тогда 14 долларов? Потому что 8 твоими торт ещё один. И мои ещё 3 доллара. А, ну и налог, да? Да. Налог 1,26. В общем, вот так вот. Представляете? Приятного нам аппетита. Кофеёчек мы надели. Сейчас попробуем. Смотрите, это вот тот, по-моему, джем, который мы купили тогда в Икее. Да. Ну, из той же ягоды, по крайней мере. Да. Может быть, не такой густой? Да. Надо было просить не лить, да, наверное? Почему? Джем? Вот это что. Пюрышка хорошая. Похожа на домашнюю. В общем, нормальная еда, в принципе. Особенно за 3 доллара вообще. Бесплатно. Кофе бесплатно. А, знаешь, кофе бесплатно из-за вот этого фэмили. А, из-за того, что у нас и киевская вот эта карточка есть. Прикольно. Смотрите, еда у нас выглядит одинаково. Чтобы кассир могла отличить мою еду от его, потому что стоимость разная, фоткнули вот эту вот палочку. Это говорит о том, что это из растительной какой-то штуки сделано, в принципе. Не из гороха. Из гороха? А, полосе практически. Вот. Вот такая вот у них затея. Все, едем домой. Приехали, называется. Поели. Нам надо это... А, нам надо это... А, мы же как... А вот здесь мы не выйдем, да, на... На гараж? На гараж не выйдем. Не знаю.